Какое будущее ждет Владимир Суздальский музей-заповедник? Ответ на этот вопрос от директора Игоря Конышева пришли услышать владимирцы в рамках публичной встречи. Новый руководитель управляет музеем с июня 2016-го. И за это время его действия и решения часто вызывали бурную реакцию в обществе. Видна озабоченность вообще гражданского общества, общественности о том, что что-то не то происходит с нашим музеем. Это наш музей. И поэтому вопросы детского центра музейного, вопросы экскурсионные, вопросы представления тех экспозиций или обновления экспозиций, которые, конечно, интересуют родительское сообщество. Игорь Конышев сообщил, что в ближайшее время детский музейный центр не изменится, хотя обновиться ему не мешает. Экспозиции должны привлекать публику разного возраста, а пока это не так. Детский музейный центр работает, тут принимает своих посетителей, он принимает группы, он принимает одиночных посетителей. Ничего страшного с ним не произошло и в ближайшее время точно не произойдет. Хотя думать о том, как его менять мы начали, мы по тематике детского центра принимаем детей, ну, где-то до 8-10 лет. А подросткам после 8-10 наши куклы и наши парты, они уже как-то неинтересны. Возмущение педагогов, родителей, а также омбудсмена по правам ребенка вызвали сувенирные монеты, которые школьники купили в одной из музейных экспозиций. Их навстречу принесла педагог 26-й школы. Дети купили в экспозиции. Я уже, знаете, я очень удивлена. Я считаю, что это не совсем корректно. Конечно, конечно. И действительно надо бы пройтись по музейным нарекам и посмотреть, что за монетки. Во-первых, надо понять, кто нам эти монетки сдал. Потому что мы же не покупаем эти сувениры, мы торгуем в режиме комиссионной торговли. Ну, видимо, кто-то зло подшутил. Спросили Владимирцу главного музейщика и о новой концепции развития музея. Вы для себя определили какой-то временной срок, в течение которого будут озвучены основные концептуальные решения. Игорь Конышев отметил, что музею нужно менять не экспонаты, а декорации. Объекты музея-заповедника должны стать привлекательными не только для туристических групп, но и для индивидуальных путешественников, а также для самих владимирцев. А вот плана единой концепции развития музея у руководства пока нет. Этого времени какого-то документа, который назывался «Концепция существования музея», его просто-напросто не было. Равно как и сейчас. Почему? Ну, наверное, вопрос не ко мне. Нужен ли этот документ под названием «Концепция»? Да, наверное, нужен. Но прежде чем понять, из чего будет состоять этот документ, и это я уже говорил несколько раз, мы пытаемся сейчас понять ограничения, которые у нас возможны при создании концепции. В первую очередь ограничения касаются объектов ЮНЕСКО. Сейчас вместе с Институтом культурного наследия имени Лихачёва музейщики прорабатывают план управления охраняемыми памятниками. Как пояснил Игорь Конышев, этот процесс продлится до конца года, а значит, разрабатывать какую-либо единую концепцию пока невозможно. В ближайшем будущем решить попытаются проблему с туалетами. Их не хватает во многих объектах музея-заповедника. Мы сейчас планируем заказать несколько антивандальных туалетных кабин на несколько наших объектов, потому что выяснилось, что, ну, давно уже выяснилось, мы это прекрасно знаем, что, допустим, в зоне Кидыши туалетом является склон Нерли, да, не совсем корректно. Игорь Конышев не исключил, что, возможно, для решения судьбы некоторых музейных объектов будет обращаться к мнению общественности, но пока не знает, в какой форме это сделать. Маргарита Махрова, Артём Горчаков, 6 канал.